Приветствую вас, мои дорогие! С вами Жанна Фетисова. Сегодня мы делаем самый быстрый, бюджетный, нюдовый макияж. Я буду использовать минимальное количество средств. Залог вашего комфортного ощущения – это подготовка перед макияжем. Вначале я буду использовать тоник с лавандой. Приобретён на Ахюр. Также увлажняющая сыворотка с гиалуроновой кислотой от Мизон. Прекрасная сыворотка, которая впитывается полностью, высококонцентрированная и очень жидкая. Крем от корейского производителя Диапроус прекрасно увлажняет кожу. Если кожа под глазами не очень сухая, этого крема вполне достаточно на день. Сирум с антиоксидантом Пикногенол от Дарма-Э не только прекрасно увлажняет, но также и питает кожу в течение дня, используя его на лицо, вокруг глаз, а также зону шеи и декольте. Красноту вокруг носа и на подбородке уберут минералы. Пудровый корректор от Everyday Minerals в цвете Минт. Наношу его легкой вуалью с помощью кисточки от Ecotools, слегка втираю в кожу. Этот корректор содержит масло жужеба, поэтому не сушит кожу. Если в этот день я буду использовать тональное средство, то буду использовать и жирный жидкий корректор от Essence в том же цвете. Перед самим макияжем обязательно воспользуюсь увлажняющим бальзамом для губ. Сейчас я использую бальзам для губ с SPF от Number One. Перед тем, как оформить брови, хорошенько прочешу их обычной кисточкой для бровей. Затем возьму средство от Maybelline Brow Satin в номере Medium Brown. Буду использовать тени для бровей. Сейчас он прекрасно подходит к цвету моих волос. Буду использовать тени, которые располагаются в колпачке. Наносим полностью на все брови и затем слегка прочесываем. Излишки легко убираются пальчиком. Для закрепления бровей буду использовать прозрачный гель от Artvisage. Очень жесткие и непослушные брови он не сможет закрепить. Но мои брови мягкие, мне он прекрасно подходит. Для быстрого и небольшого контурирования лица, для того, чтобы придать правильные объемы, я буду использовать бронзер от Everline в номере Glamdac 57. Для этих целей прекрасно подходит кисточка Chic Brush от Real Techniques. Далее вместо тонального крема я буду наносить легкую вуаль от Everyday Minerals Face. На первый взгляд это абсолютно прозрачная пудра, однако она прекрасно корректирует все недостатки кожи и выравнивает цвет. Наносить эту пудру буду кисточкой от Triumph. Супербюджетная кисть, похожая на Chic Brush. Все ссылки обязательно оставлю вам в описании. Наношу эту пудру на все лицо, а также на веки. Цвет лица сразу же корректируется. Чтобы немного скрыть синячки под глазами, буду использовать самый лучший, на мой взгляд, консилер от Skin Food. Как и Everyday Minerals, это средство приобретено на iHerb. Оно имеет очень правильный лососевый оттенок, который замечательно перекрывает синеву. Также он подходит для маскировки недостатков на лице. В качестве тени буду использовать карандаш от Essence. Два в одном. Eyeshadow and Liner. Наношу прямо на веки, затем растираю пальчиком. Получается прекрасный нюдовый оттенок. Тушь от Maybelline Lush Sensational. Веерный объем. Не могу сказать, что очень сильно увеличивает, именно поэтому использую ее днем. Однако у нее удобная чуть подкручивающая щеточка. Помада также от Maybelline в номере 620. Прекрасный нюдовый оттенок. Очень кремовая и не сушит губы в течение дня. Также эту помаду я использую в качестве румян. Этот цвет похож на естественный румянец. Никто никогда не догадается, что же в итоге у вас на щеках. И если есть пара свободных минут, я сделаю брови более интенсивными. Возьму то же самое средство от Brow Satin в другую сторону, уже карандаш. Сделаю контур бровей более четким. Излишки уберу щеточкой. Перламутровая пудра из того же набора Glantuck 57 прекрасно выделит выступающие части на лице. Буду использовать ее в качестве легкого хайлайтера на день. Плоская кисть от Eco Tools Classic Foundation лучше всего, на мой взгляд, подходит для этого. Примерно за 5-7 минут у меня получается легкий дневной нюдовый макияж. Я не профессиональный визажист, а просто женщина, которая хочет сэкономить время. Подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить мои видео. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!